ну такой всех приветствую по лесу тут ходим один тоннели чем же 2 нашел такой гротик заглянул там влево идет расщелина небольшая вправо чуть-чуть ну подозреваю как в какой-то из воин тут скорее всего кто-то себе укрытие такой ямище я нахожусь тут явно сильные когда дожди дожди сюда вода в общем это довольно все глубоко находится но только вижу смысл один это тут прятаться других смыслов не вижу туннель найти мы не можем и даже не представляю как его тут без квадрокоптера найти по гугл планету посмотрел вроде ничего сложного но потому что тут ураганы прошли деревьев тут навалило просто немеренно и какие-то тропинки полностью завалила пройдем сейчас попробую чуть чуть дальше пройти там по склону бобро попробуем пройти ходим по таким дебрям так еще и не нашли этот туннель чувствую мы сегодня его не найдем может другой раз вот такие вот штормовые ветра и я просто навалило немерено все по заваливала проходить довольно немножко проблематично он весь склон усыпан деревьями просто все тут завалило жесть ну просто жесть весь уклон усыпанный и что самое интересное эти деревья теперь тут будут лежать и гнить ну тут как у некоторых низим дак над кушу в общем то не воспользуюсь пускай она лучше сгниет что-то в вроде у них так немцев тут все частное все приватное вот там где-то где-то там бывший концлагерь был там какой-то лагерь не помню я уже но к сожалению я как-то там был там почти ничего не сохранилось может быть еще как-нибудь заеду я все-таки не оставляю надежды попасть еще раз туда и найти все-таки этот тоннель прорезанный в песчанике на фотографии стоит на фотографию добавлю очень такой приличный но всего одна фотография и как тут в лесу найти это дело я представление не имею ну где-то я сейчас на южной стороне я знаю что смотрел там по google планета на где-то там дальше но мы там прошлись уже один какой-то песчаный карьер нашли о песчаный говорю ну да карьер песчаника в общем-то какой-то очень древние там пару гротов но один я показал второй даже не стал снимать явно там кто-то когда-то скорее всего во время войны схрон себе там делал чтобы шкериться фу а украине там конечно все идет по-разному все разную информацию скидывает но у меня конечно же есть свое личное мнение у меня вдруг тут был он с восточной украины у него там свой бизнес был в общем-то в результате весь его бизнес накрылся как говорится украинскими бомбами как бы 8 лет все таки долбили периодически нет нет все было нормально в одессе там людей помню спалили заживо ну вот сейчас такое происходит там конечно мне пишут разные вещи что уже вроде один от товарищ обещал ролики прислать но не знаю получится не получится что-то в него отправить мне не получается вроде я уже в контакты добавил посмотрим хочется конечно посмотреть больше реалистичных не того что в ю тубе одни и те же заезженные кадры и мнение очень многих разных людей мнение никуда ничему не пришьешь поэтому напален всю дорогу завалила что ты будешь делать я сегодня назад вообще не дойдем в общем там наверху странно на то что уклон не как бы продувала сильней ай просит и всю всю дорогу завалила поэтому а там видать меньше продувалась как бы мы с на той стороне немного чуть-чуть туда уклон на северную сторону по деревьям было чуть меньше тут конечно весь склон усыпанный но чудо дачу добавить добавлять мне нечего как бы тут тоже есть украинцы разные есть с восточной украины потом причем с восточной украины я тоже мнение одного человека там слышал что говорили как бы все это русские замутили ну короче там будет 100 человек и будет 100 мнений мне самое обидное то что я вижу вот как это начало все происходить 90-е годы и все пошло пошло поехало в казахстане был там конечно такой жести может и не было сюда какое-то углубление не видно сверху но народ а тоже поехал оттуда поэтому тоже в принципе все ключевые места местные начали занимать и все в этом духе и просто наблюдал на моих глазах как это происходило как люди в одночасти вода сей возьмем северный казахстан мы там жили все вместе на национальном признаке но по национальной как бы розни практически не было редкий случай там что-то кто-то где-то кого-то как-то заденет какими-то словами любит ними для кого-то они бы вы были обидными для кого-то они являлись просто шуткой и кто как все по-разному воспринимали ничего мы жили там все вот северный казахстан возьмем нам все национальности были на целину люди приезжали со всех республик я честно говоря даже не могу назвать национальность которую у нас кустанайской области не было а потом в одночасье вдруг все такие стали националисты но это мне напоминает как вот этот футбол начал развиваться с раньше он как бы был но так не очень сильно а вот как раз примерно в это же время футбольных фанатов развелось просто немерено и вот они готовы за свою там футбольную команду друг другу глотки перегрызти вот тут такая же фигня идет просто есть такие вот я каких назвать то я не знаю были но точно их как как будто зомбируют людей и они все вот потом ты какие бы доводы не приводил человеку чтобы ему не говорил он остается вот на своем даже иногда видишь у человека глазах он понимает что он не прав но он с тобой не согласится ни за что фанатики вот как фанатики везде есть религиозные фанатики есть футбольные хак фанатики а есть национальные фанатики вот как-то так наверное ну на этом пожалуй все на сегодня такой небольшой ролик полазил а тут поползал под деревьями сколько мне проник под ними пролезть представление не имею сожалению не нашел я попытку еще может пусть и как-нибудь совершу и может быть еще все таки этот тоннель где-нибудь найду ну там такой вырезанный прямоугольник огромный глубокий буду искать 27 февраля этот дружок умудрился поймать штук пятнадцать наверно клещей но так подозреваю у него ошейник от клещей скорее всего уже просроченный поэтому он их всех просто насобирал причем раскидал дома по квартире и по полу и на них с него снимали и в общем то ну штук пятнадцать как минимум наловил блин юморе сделанных столько там нашел ну Субтитры создавал DimaTorzok На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok